друзья всем привет меня зовут мария и сегодня вы у меня в гостях я хочу вам показать все свои вышитые работы за 2018 год возможно некоторые из них конечно подарены но я для вас вставлю обязательно фотографию ну и и и в общем подведем такие вот итоги итоги моего рукодельного 2018 года помогать мне в подведении итогов будет мой вот такой вот ежедневник я его начала вести еще да нет я его начала вести в этом году как раз и поэтому с удовольствием с его подсказкой я вам обо всем расскажу ну что ж приступим итак первая работа которую я вышивала в 2018 году начинаю ее 25 декабря и закончила 19 февраля это был наборчик от фирмы димаен шанса я вам сейчас покажу уже оформленную работу рождество на пляже надеюсь что вам хорошо видно оформила я его таким вот образом буквально перед новым годом и она уже висела на новый год у меня дома радовала меня и моих гостей чудесная работа очень простая в исполнении красивая в общем у меня они остались только приятные впечатления всем кому нравится этот сюжет я его рекомендую конечно же к вышивке вы получите массу удовольствия я здесь немножко заменила гирлянду насколько я помню сделала ее золотого цвета а в оригинале она должна была по моему вышиваться оранжевыми нитками мулине ну это такие знаете минимальные изменения а в остальном все по ключу и работа мне очень нравится сейчас я чуть чуть поближе вам покажу вот такая вот красотка сомневалась я по поводу багета но все меня переубедили сказали что багет багет подходит паспорту подходит похожих вариантов оформления я к сожалению в интернете не нашла поэтому в общем это вот такой вот мой вариант ну и и так следующая работа которая приступила 19 февраля это была работа от фирмы анкор деревенская жизнь на 16 аиде вышивала я ее 33 дня закончила 8 мая два дня у меня ушло на вышивку бэкстич а потому что его в это в этой работе очень много работа мне не оформлена поэтому я вам ее сейчас покажу в том виде в котором она у меня хранится и так вот она деревенская жизнь от анкор я буду оставлять вам сверху естественно над видео и может быть даже под видео ссылки на свои работы она мне очень нравится я ее когда достаю из рулончика всем показываю очень горжусь что нам не есть мне нравится ее цветовая вот такая вот палитра яркая но конечно бэкстич до бэкстич здесь такой проблемный несчетный много четверть крестиков этой работе но это не усложняет ее если честно вот вот такая вот работа обязательно конечно будет оформлена просто пока не знаю как и не знаю куда ее разместить поэтому поэтому не тороплюсь поэтому не тороплюсь я с ее оформлением в общем вот безумная рада что она у меня есть очень мне она нравится и конечно анкор делает потрясающие разработки по цветам и по финальному результату но эти работы достаточно сложные в исполнении и как раз из-за бэкстича так сейчас я положу и давайте мы с вами посмотрим что же у нас то есть у меня было дальше итак следующая работа которую я вышивала это акварельная картина матери и дочери по набору от джой сандой которая мною благополучно подарена я вам ставлю обязательно сейчас картину фотографию готовой картины работа была непростая я ее называю таким мини-хаедом поскольку было очень много разнообразных крестов разных цветов все в разброс все как-то вот очень хаотично размещались я начала ее вышивать 1 августа 2017 года и это был такой мой процесс в работе скажем так я его брала везде с собой дорожный вышивала это был набор с напечатанным рисунком с напечатанной схемой и закончила я этот набор 23 мая 18 года просто потому что я понимала что если я и дальше буду пытаться этот набор вышивать в режиме работы вот такой который я беру с собой все это может затянуться на без к на бесконечное количество времени потому что вышивалась непросто особого удовольствия от процесса и не получала поэтому я решила была не была взяла себе в руки взяла как основной процесс ту работу и закончила ее конечно результат получился достаточно хороший мне нравится эта работа я надеюсь что она прекрасно впишется в интерьер и ну размер 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 я вам не сказала у меня получился в результате двадцать восемь с половиной на двадцать восемь сантиметров и в работе использовалась 30 цветов вот как то так так я пропущу две вышивки потому что я забыла их взять но обязательно схожу возьму и потом в конце видео я вам их покажу значит следующий набор который я вышивала но опять же да через две мы с вами перепрыгнем винтажная машина на пляже от анкор приступила я к нему 17 июля и закончила я 28 октября 28 октября надо же вот такая вот небольшая работа у меня даже не записано ее размеру представляете как я хотела ее побыстрее закончить работа несложная но повторюсь что конечно бэкстич бэкстич до бэкстич достаточно непростой оформить я хочу вот эту работу вместе с предыдущей от анкор приблизительно в одинаковом каком-то ключе ну посмотрим как как в общем будут обстоять дела что у меня будет на душе как мне захочется видеть эти работы в готовом виде оформленном пока ничего конкретного сказать не могу мне очень нравится то что здесь основная масса работы вышивалась полукрестом в разное сложение нити уже не помню конкретно в какое и конечно море бэка море бэка ну вы знаете я в который раз убеждаюсь в том что если вам действительно ну вы хотите побыстрее работу закончить и вы жаждете увидеть готовый результат то нужно просто стеснуть зубы и работать на результат и вышивки то же самое но вы это все прекрасно мои дорогие подписчики знаете и зрителя вот так что вот такой вот набор был следующим в перечне тех которые я вышивала и так далее далее я решила попробовать пластиковую канву в действии и я начала дальше у меня записано почему-то 21 августа жар птица ангел-хранитель я взяла такую коробочку красивого положила сюда свои немногочисленные работы на пластиковой конве ну тем не менее так ангел-хранитель размер 17 на 13 сантиметров 20 цветов мулине пластиковая канва 14 каун финиш 13 октября и вот такой вот ангелок у меня получился а ее весь он закрутился я вышивала его в дороге как сейчас помню в машине пришивала бисер он здесь конечно великолепный красивый взяла идея у маши маша привет большой тебе если ты меня смотришь а наполнение ангелочка наполнителем или синтепоном и вот такой красавец у меня получился висит в коридоре пока его никуда не убираю и думаю что так он у меня наверное пока и будет висеть не очень нравится я каждый день на него обращаю внимание такой вот прикольный товарищ у меня вышел да он не маленький ну вот вы видите да размером с мою руку грубо говоря но такой он интересный мультяшный и для меня повторюсь ангелочки всякие разные они вообще никому образом к религии не имеют никакого отношения это просто милые такие вот милые ангелочки и все на этом без религии не будем углубляться и так далее 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 следующая работа также от фирмы жар птица на пластике единорог 12 на 9 сантиметров 15 цветов мулине у меня не написано когда я к нему приступила написано что закончила его и 14 октября очень нравится вот такой вот он маленький и я его формула на такой подвесочки ничего не наполняла я синтепоном он у меня висит на краю картины с лавандой я бы прям так зацепила повесила и знаете на него обращают внимание все гости особенно девочки потому что он такого приятного цвета да вот он такой симпатичный но его много кто вышивал в этом году я как только увидела его в в анонсе что он в этом году будет я его решила что он мне необходима у меня уже практически очередь из моих знакомых которые хотят чтобы я для них тоже вышила такого единорога но не знаю решусь ли я даже если я не решусь они всегда могут прийти ко мне и посмотреть его у меня очень конечно красивый замечательный миленький если вам нравится берите он вышивается не очень сложно но самое сложное мне кажется этих игрушках это вышивать оборотную часть и это их сшивать потому что сшивать их не просто так следующее что я вышила это набор от жар птицы свинюшка я его назвала но с копилкой будет сейчас где-то тут картинка появится для вас размер работы 10 на 12 сантиметров нитки мулина 13 цветов пластиковая канва 14 каунт старт 28 октября окончание 12 ноября быстро я тоже ее вышила очень она такая легкая была и я ее подарила естественно на новый год ну и впечатление замечательное надеюсь что тем кому ее подарила она понравилась и будет где-нибудь стоять может быть в каком-нибудь шкафчике так чтобы она не собирала пыль и радовать их я ее сделала на подставочки на деревянные я оставлю естественно ссылочку на видео об этой работе следующая работа которую я в общем-то выполнила это портрет дворняжки от фирмы золотой руно дизайнер елена кроме на размер 15 на 13 сантиметров 14 цветов 6 блондов 16 кант и 5 вечеров в работе не написано но она действительно не сложная я ее оформила самостоятельно в рамочку из магазина икея и ссылка здесь будет выше на видео а дальше я вам покажу естественно фотографию этой работы ну вот друзья мы медленно и но верно подходим к окончанию моего списка и я сейчас хожу и возьму с другой комнаты еще две оформленные работы которые я вы представляете забыла с собой взять сюда поэтому сейчас через минутку я вернусь итак друзья я вернулась следующие две работы которые мы были вышиты это работает по наборам от фирмы пана и первая работа жаб ну давайте жаб на отдыхе от фирмы пана 16 кант гамма 22 цвета мулина гамма вышла начало 25 мая а закончила я 4 июня и у меня что-то даже с вами ой собака по картинам ходит нельзя по картинам ходить ну то что вот что значит обложилась готовыми работами со всех сторон и так жаб на отдыхе я вам напомню что данную работу я вышивала в порог и вообще две эти работы я вышивала в дополнение к своей уже вышитой картине жаб на работе которую я вышивала дай бог памяти года два назад и она была у меня оформлена и я очень боялась что в той багетной мастерской где я оформляла первую работу не будет то моменту когда я всю серию дошли не будет подходящего паспарту и рамочки и вот вы знаете на тот момент когда я пришла их оформлять да что же я хотела покажу действительно вот это вот серая паспарту такое с разводами она у них заканчивалась и как мне сказала владелица багетной мастерской если бы я пришла немножко попозже возможно что я бы уже не смогла оформить все работы в одинаковой стилистике и так вот такая вот смешная жаба на отдыхе попивающие чай или что-то покрепче из кружки и дорисовка дорисовка и так но я оставлю опять же все ссылки для вас и так жаб на отдыхе и последняя серия этих работ единственная горизонтальная это у нас жаб дома 28 цветов мулина гамма 16 к 20 на 17 сантиметров и у меня даже не написано а нет раз два три 4 5 6 7 7 дней у меня ушло что ли на вышивку что вообще немного вот она красотка еще одна жабка и такой вариант дорисовки кстати говоря именно в вариант дорисовки такой я нашла на сайте стичсу и мне очень понравился общем то я пришла в багетную мастерскую сказала хочу что-то вот наподобие того и пожалуйста вуаля что-то наподобие этого мне сделали за что большое спасибо пока эти работы у меня просто лежат я их никуда не развешиваю и я думаю что дальнейшем когда когда-нибудь явно у меня будет детская комната эти жабки пойдут туда но оформила потому что одно оформила и остальные нужно было повторюсь тоже до оформлять просто чтобы я не переживал о том что могут случиться какие-то накладки они как вы понимаете нашим с вами хобби бывают случаются ну и моя последняя работа в уходящем году а видео которое вышло буквально на днях может быть даже вчера если я сегодня все домонтирую и выложу сегодня это видео это риоли с премиум накануне рождества 45 на 35 сантиметров 22 цвета 4 вида бисера металлизированная нить и 6 недель пожалуйста работа готова я вам ее сейчас с удовольствием покажу вот она моя красавица не знаю влезаю ли я в кадр повторюсь она конечно очень красивая я как я прочитала по умоле перковская написала сегодня под видео я была на работе и не ответила на сегодня вечером отвечу что вот это разработка риоли с не уступая dimensions вот соглашусь в том что он действительно не уступает действительно красиво да возможно по-своему красиво но что-то в есть правда не знают или это сочетание голубого розового и как такого красно кирпичного темно зеленого ярко зеленого красного что-то в этом есть и плюс вот это аида которая блестит на увидите да вы ее любовь к блестящему что-то в этом году она про меня в меня захватила нам но вот она моя последняя работа 2018 года и если хотите я вам счастлива так поближе немножко покажу изнанка если вам интересно я ее не показывал она абсолютно обычная никакая не идеальная и если вам интересно я работаю свою убираю давайте с вами посчитаем хотя я очень скептически отношусь к счету готовых работ потому что вы сами понимаете все разного размера все требуется разные усилия разное время и вот так вот их просто считать знаете как некоторые считают у меня 50 там работ например но я не спорю это конечно здорово но а какой-то имеет профит вчера кстати смотрела видео светланы светлана левшинова по моему я надеюсь я не ошиблась фамилия я так люблю ваши видео свет если вы меня смотрите ну вдруг вдруг мало ли я вот смотрю меня все душа отдыхать когда ваши видео смотрю так вот вы правильно в конце сказали когда мы тоже показывали все свои готовые работы что для вас важно просто то что эти работы у вас были и они доставили вам удовольствия вот абсолютно с вами согласна но раз уж все считают ну давайте подсчитаем что ли и так в этом году но и было начато всего 12 работ из 12 работы завершила 11 это вот со всеми этими маленькими работами в общей сумме ну и вы меня резонно можете спросить маша если у тебя было начато 12 работа вышла ты 11 то что это за работа одна единственная которую ты не дошила и этот тест на внимательность ну-ка подумайте кто-нибудь помнит что за работу я начинала но я ее не закончила подумали а я вам сейчас дам ответ тоже вот и я вот и мой ответ кто-нибудь помнишь ты начинала вот такой сюжет дело было летом насколько я помню может быть даже на отдыхе я начинала вот этот сюжет очень известная от зима талью номер 70 65 102 15 на 15 сантиметров он у меня прекрасно все это время хранился в такой папочки и я вам сейчас покажу сколько у меня выше то в нем вот так всего ничего я его обязательно дошли в этом новом году это единственный процесс который мне переходит в новый год я его сейчас буду брать как дорожный потому что ближайшем будущем я начну еще один набор и скорее всего тоже один шанс но я вам все расскажу естественно но вот 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 этот набор у меня полной начат но не закончен потому что ну как-то не было вдохновение а потом мне так нравится безумно вот эта натяжка от нурге пялец пялец натяжка мне очень нравится но может быть я действительно у меня есть цепа я просто смотрю она мне как раз на столе сейчас установлены может быть буду на цепи дома вышивать либо куплю какой-нибудь станочек такой подкатной на котором можно вышивать не могу одной рукой неудобно и вот правильная сплошные крестики говорит что они тяжелыми тоже рука устает держать эти пальцы реально устает рука ну хотя натяжка конечно шедеврально друзья я вам показала рассказала о всех своих вышитых даже оформленные работы показала показала вам вставила фотографии работ которые подарены и даже один процесс который у меня переходит в новый 2019 год ну и у меня здесь рядышком рядом с елочкой висит еще одна работа которую я вам показывала в готовом виде но не показывала ее оформление я решила что сегодня наверное будет единственно правильное время для того чтобы показать эту работу в оформленном виде потому что отдельное видео я снимать не хочу об этой работе вот все уже было 350 раз сказано рассказано тем более что работа это самое что не наиза еженая хорошему или плохом смысле слова даже не знаю судите сами но это работа моему так поцелуй снеговику сейчас я и сниму я вам покажу я ее вышила порядочное время назад на формула я и не так давно и вот он мой снеговичок выглядит он вот таким образом я надеюсь что вам понравится мой вариант оформления мне он очень нравится и он у меня висит радует меня хоть он такой знаете попсовый но он крутой я когда найти я боялась я возила с собой на отдых прошлой зимой и и сворачивала я помню правдами неправдами чтобы засунуть его в чемодан каким-то образом он умереть был помятый я очень боялась что все эти помятости они у просто уже не отглаживались не отпаривались ну никак не поддавался он никаким уговором для того чтобы разгладиться я боялась что он таким и останется решила уже его побыстрее оформить красавчик красавчик вот так вот ну что же я в заключении своего видео хочу вам сказать что этот год был для меня также очень приятен и очень и очень как сказать положительно с точки зрения наших рукодельных знакомств я вживую познакомилась большим количеством девочек я моя душа она просто разрывалась от счастья когда я действительно приходил и навстречу вышивальщиц куда меня спасибо зовут девочки и на всякие разные мероприятия такие как форму рукоделия вышивали фестиваль я старалась по максимуму для вас что-то снимайте показывать но опять же в силу своих возможностей потому что я все-таки не профессиональный оператор и я тоже нервничаю иногда психую от того что что-то у меня идет не так и не получается и ну в общем это все не имеет никакого отношения на самом деле к тому о чем я хотела вам сказать девочки вы все большие молодцы вот все лично с кем я вживую познакомилась чьи работы я наблюдала я была восхищена правильно говорю да то уже могу путаться в словах я была поражена и такое искусство вот когда ты сам вышиваешь и не знаю это может только у меня так когда я сама это делаю мне все нравится все красиво меня все это восторгает но не настолько как когда я вижу работу других людей когда я вижу работу других людей я понимаю сколько в это сложно сколько в это вложено любви тепла вот всех этих чувств понимаете потому что когда я вижу готовые работы свои я вот как-то у меня пропадает ощущение того что это сделала я сама все это нивелируется а вот у других людей когда я вижу работу это потрясающе и мы настолько с вами душевные девчонки вы себя не представляете я желаю нам с вами в новом году который уже наступил с которым я вас всех еще раз поздравляю я желаю нам сохранять вот это душевное тепло нести его в массы нести его себе в семье творить вытворять быть прекрасными красивыми и вечно молодыми счастливыми в общем окруженными любовью лаской теплотой и заботой вы девочки крутые я углу серьезно но мы с вами творим своими руками такую 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 красоту и такое чудо что мы молодцы давайте продолжать с вами в том же духе не будем с вами гнаться ни за какими цифрами не за количеством вышитых работ знаете в плане 1 2 3 там 50 60 не за количеством запасов не за количеством подписчиков если вы пытаетесь что-то тут делать как блогер не зачем давайте наслаждаться расслабляться получать удовольствие для того чтобы потом глядя на наши работы вспоминать о таких прекрасных временах о прошедших годах и о том времени которое мы вместе с вами провели за рукоделие в общем друзья спасибо что вы посмотрели видео моих вышивальных итогах 2018 года мы с вами конечно же встретимся уже в новом мы уже встретились в новом но я надеюсь что этот год будет очень богат на всякие разные вышивальные истории я вам обязательно расскажу и покажу все что я на вышиваю спасибо что вы до сих пор со мной спасибо за ваше внимание за ваши просмотры за ваши комментарии вами была мария